Алтайский край повышает градус. В 2023-м на душу населения приходилось 5,7 литров крепкого алкоголя, хотя в 2022-м – 5,5. По объему продаж водки край на шестом месте в Сибири. Однако ее пьют гораздо меньше, чем другое горячительное. Наибольший объем поставок в розничную сеть торговую сегодня составляет, конечно же, пиво. Это порядка 27 миллионов декалитров. Плюс-минус одинаково поставляются водки и вина. Это примерно 900 тысяч декалитров. В Алтайском крае самое большое число отравлений суррогатами алкоголя, а еще большее в республике Тыва, где вообще ограничение до 15 часов. 21 час – время запрета розничной продажи алкоголя в Алтайском крае. Чтобы улучшить алкоситуацию, надо это время продлить, рассуждают депутаты. Дождавшись федеральных поправок, дающих право регионам самим регулировать время продаж, в крае вновь обсуждают этот вопрос. Парламентарии, медики, правоохранители, представители общественной палаты, бизнес-омбудсмен. Если его ограничивать теми девятью часами вечера, которые были, мы опять начинаем понимать, что мы загоняем еще больший объем нелегального алкоголя, вернее алкоголя в нелегальный алкоголь. Потому что наливайки являются в том числе и результатом вот этих наших ограничений. Борьба с псевдобарами, расположенными в жилых домах, еще одна важная и локальная цель грядущего законопроекта. По мнению разработчиков, увеличение времени торговли спиртным уменьшит количество пьяных под окнами. Магазин, находящийся в жилом доме, который работает до 21 часа как магазин, а до 23 как точка общепита. Выставили столик, стульчик, вешалку и говорят, все, теперь мы там закусочная или буфет, да? Сейчас для них просто не нужно будет делать таких манипуляций. Они как были магазин, так и будут магазин. А еще депутаты предлагают разрешить розничную продажу пива и пивных напитков только в ресторанах, кафе, барах и буфетах, расположенных в жилых домах. Это значит, пивным точкам придется перепрофилироваться по всем нормам ГОСТа в бары или продуктовые магазины или закрыться. На магазины, заявил бизнес-омбудсмен, жалоб не поступает. Кстати, время 23 часа пока условное. Этот закон должен калинироваться законом о тишине. У нас в Алтайском крае закон о тишине начинает работать с 22 часов. Возможно, работа у нас пятийных заведений должна ограничиваться не 23, а 22 часами. Момент, который действительно стоит изучить. До конца марта депутаты принимают предложение к законопроекту, который учтут при разработке первого чтения. Принимать закон будут не спеша, чтобы услышать все стороны, заверяют ВКЗС.